Ну, в любом случае принимать решения будут политики, а вот каким оно может быть темой для разговора с Андреем Ильенко, народным депутатом и членом Комитета по правовой политике и правосудию, и Александром Мартынинко, одним из самых опытных наблюдателей за украинской политикой. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время поговорить. Первый вопрос. Вот верите ли вы, что в Украине могут легализовать двойное гражданство? Андрей. Ну, на жаль, вы знаете, уже иногда действительно готовишься до найгіршего, но, принаймні, свобода будет делать все для того, чтобы этого никогда не случилось. У нас в Конституции есть единственное гражданство, и, на самом деле, мы понимаем, что когда заходит мова про двойное гражданство, говорят не так про какие-то там побутовые вопросы конкретных людей, а на самом деле мова идет, первое, про национальную безопасность. Потому что мы помнимаем, что в том числе, не только это, но и в том числе началась российская агрессия на Донбассе и в Крыму. Особенно в Крыму. С раздачей, массовой раздачей российских паспортей. Хорошо. А тогда сразу ответите. Вы верите, что реально можно заставить, если да, то каким образом, всех обладателей двойного гражданства, второго паспорта в Украине, их сдать добровольно? Видите, я закликаю лишь выполнять нашу Конституцию. Если меня сейчас слышат такие люди, я до них обратился. Ну, принаймні, мой взгляд такий. Залишайтеся гражданами Украины и проголосуйте на выборах за такую владу, чтобы вам не доводилось шукать какие-то разные варианты, а вы могли счастливо и свободно жить на своей земле. Потому что это наша земля. И единственное, что меня очень турбует, наявность подвольного гражданства у депутатов, чиновников, силовиков. Вот об этом обязательно поговорим. Обязательно поговорим. Но немножко позже, буквально через минуту. Александр, а ваше мнение? Двойное гражданство нужно нашей стране или нет? Ну, это нужно, не нужно. Дело в том, что действительно тяжело. Потому что это Конституция, ее надо менять. И это очень сложная история. Я не думаю, что это реально. На самом деле пути два. Или оставить все как есть и забыть об этой теме, которая все равно существует, которая все равно есть. И на самом деле от того, что выслали венгерского консула, поверьте мне, не прекратился поток выдачи этих документов. И в Румынии есть. Просто будет ездить в Будапешт, а не в Мукачево. Поэтому это реальность. Она просто существует. Или мы закрываем глаза и считаем, что так оно все будет. Или действительно принимать какие-то меры. Меры не к людям, естественно, потому что их очень много. А не изменяя Конституцию, надо постоянно подумать юристам, что надо делать для того, чтобы их хотя бы не криминализовать. Потому что на сегодня они по большому счету потенциальные преступники. Понятно. Андрей, а вот теперь поговорим о той теме, которую вы уже затронули. Да? Многие эксперты сейчас говорят, что у нас минимум сотни тысяч, а максимум несколько миллионов украинцев уже имеют двойное гражданство. Насколько эти люди, как вы считаете, политически лояльны к Украине? И что делать с теми обладателями двойного гражданства, которые занимают немаленькие должности? Например, работают депутатами местных советов. И не только местных, а и Верховной Рады, а и ключевые посадки в селевых структурах. Недавно было журналистское расследование про одного из керевников розвитки. И там тоже вопрос русского, не просто, а гражданство, а гражданство, а гражданство. Поэтому, смотрите, тут ситуация какая. Будь-якое подвойное гражданство означает фактически подвойную лояльность этой людини. Потому что он несет определенные ответственности, определенные обязательства уже не только перед одной государством, а перед какой-то другой. И, соответственно, когда эта человек попадает на государственную службу, в депутаты, в силовые структури, то эта человек встает вопросом, а кому она в результате будет служить? Какие государства, какие интересы она будет выполнять? В общем, что будет для нее визначально, даже в таких вопросах, как государственная таемница? Чи можно таким людям доверять государственную таемницу? На мой взгляд, категорично, если говорить о чиновников, депутатов, силовиков, это неможливо. И наши спецслужбы должны бы этим заниматься, выявлять таких людей и вживать соответствующие заходы. Потому что это, на самом деле, прямая загроза государственности. Тем более, очень часто говорить не просто о подвойное гражданство, а о подвойное гражданство именно из государства-агресора, из Российской Федерации. Что, в принципе, является нонсенсом и неможливо. От недавно, буквально последними днями, был скандал, например, это просто из остального. В Харкове глава одной из районных администраций выявил, что у него российский паспорт, сейчас он переходит в Россию. Ему высунули звинувачения в шпигунстве и так далее. А я думаю, это далеко не поодинокий случай. И это не самый лучший чиновник, который имеет российский паспорт, або любой другой паспорт другой страны. Поэтому это большая проблема для национальной безопасности. Александр, а если говорить не о чиновниках, не о тех, кто сидит в высоких кабинетах, а о простых украинцах. Ведь, согласитесь, для них вот эта тема двойного гражданства, она далеко не политическая, скорее всего, не этническая. Это экономическая все-таки для них проблема. Им, грубо говоря, так проще зарабатывать за границей, собственно, и выживать. Это называется евроинтеграция по одиночке. Индивидуальная. Каждый индивидуальный евроинтеграция гораздо успешнее, чем страна в целом, потому что они, естественно, полноценные граждане Евросоюза со всеми его атрибутами и правом на работу. Конечно, это экономика. Поэтому, когда говорят о Закарпатии, конечно, я считаю, что нет никакого рода сепаратизма, потому что это действительно экономическая история. Но они уезжают. Они реально уезжают. И это просто самые условно продвинутые и самые успешные выскочили с этими паспортами. Они просто часть массового выезда людей, которые сейчас существуют, которые едут в Польшу, Венгрию и все остальные страны Европы. А будут ли они голосовать, я очень сомневаюсь. Потому что это люди, на самом деле, понимаете, молодые, они вообще, к сожалению, в нашем мире, они не ограничиваются границами какими-то. Они живут вне границ. В общем, пространстве это не только Украины касается, кстати. И поэтому голосуют правоконсервативные пенсионеры, как правило, голосуют. Молодежь голосует мало. А тут они не просто не голосуют, они действительно едут. И мне кажется, что этих людей мы уже не вернем. Человек, который получил паспорт Ибр-Союз, ну, можно, конечно, верить в том, что Украина достигнет уровня жизни в Венгрии через 3-4-5 лет. Но я же в этом пока сомневаюсь. Вы в этом сомневаетесь? Андрей, меньше минуты, 30 секунд, коротко. Верите ли вы, что до выборов эта проблема может быть решена законодательно в Верховной Раде? И есть ли в парламенте уже какие-то законопроекты, способные урегулировать эту ситуацию? На жаль, эта Верховная Рада, я в определенной нации, не будет способна. Будет способна та, в которой будет большая фракция патриотов, свободовцев. А что касается этой ситуации в Закарпатии, я не совсем согласен с коллегой. На жаль, там есть загроза сепаратизму. И если не будет вживаться в соответствующих заходах центральной владой, то мы можем отримать большую проблему на захидном кордоне. Если будет сильная и патриотическая влада, поверьте, на захидном кордоне с всеми нашими соседями будет ладо спокойно. Спасибо вам за эти ответы. Андрей Ильенко, Александр Мартыненко были гостями подробностей недели. Мы продолжим.